Видео сделано при поддержке официальной группы Вселенная Метро 2033 ВКонтакте Ссылка в описании До релиза Метро Эксодус осталось меньше недели Фанаты затаили дыхание, ожидая крупного релиза А хейтеры ждут очередного интернет-скандала На фоне актуальных не очень приятных событий Так или иначе, маркетинговая компания 4A Games уже давно запущена И вот буквально недавно мы с вами получили очередной материал В лице лайф-экшн трейлера под названием «Кошмар Артема» Ролик этот явно был с посылом и не одним Так что сегодня предлагаю разобрать его по полочкам Чтобы лучше понять, что же нам хотели показать разработчики на самом деле Всем привет, вы на канале Over9KP1000 И я спрятал для вас увлекательные пасхалки в этом видео Первый, кто найдет их верно, получит очень приятный подарок от меня И официального сообщества по вселенной Метро 2033 ВКонтакте В лице одного из атрибутов того, что вы могли видеть в том самом Артем Эдишн Так что проявляй упорство и внимание Оно тебе сегодня понадобится Приятного просмотра Экшн трейлер начинается с момента встречи Артема с неким мальчиком Досмотрев видео до конца, ты в любом случае приходишь к мысли о том Что посыл ролика заключался в том, что Артем винит себя в том, что не смог его спасти И эта мысль будет однозначно верной Но мне, боюсь, недостаточно тривиальных ответов Ибо почти каждая сцена из нового синематика почти что-то доозначала И сегодня мы об этом поговорим Все дело в том, что события Метро Эксодус Это прямое продолжение книги Метро 2035 Не ее события, не события до, а именно после Когда экспедиция Артема только отправляется в долгожданное путешествие Но это, в свою очередь, не означает, что все описываемые события трейлера Не имеют связи с произведением, ибо все как раз таки наоборот Итак, давайте приступим Почти в начале видео мы наблюдаем ребенка в московском метрополитене Из-за которого у Артема и случаются странные кошмары О том, кто именно этот ребенок, нам не говорится Но я вас уверяю, вскоре мы об этом узнаем Первый интерес у нас вызывает сцена плывущей на лодке Анны С новорожденным ребенком на руках На его голове надета миниатюрная версия противогаза И, как оказалось, эта сцена довольно символична Все дело в том, что Анна, беспокоясь за супруга в книге Постоянно пилила Артема за то, что тот, вопреки своему нездоровому После последних событий состоянию Продолжает лазить по заброшкам и в целом по поверхности Тем самым продолжая подвергать себя излучению Не думая как о своем будущем и здоровье Так и о будущем своих детей и семьи в целом Она просит его остановить пустые поиски другой жизни на земле Переживая за ребенка И именно это Артем отчетливо запомнил Судя по трейлеру, где его супруга, держа младенца, защищенного от радиации противогазом на руках Все дальше и дальше отдаляется от него Под угрозой не только излучения, но и града огнестрела Спровоцированного, естественно, появлением Артема в этом кошмаре Вторая сцена из Кошмара, где герои бегут по крыше поезда Значительно проще с точки зрения посыла Здесь иллюстрируется смерть самого главного героя От шальной пули во время операции И вследствие потеря всей своей семьи У героев всегда будут враги И они, в свою очередь, всегда будут ставить под риск не только его жизнь Но и всех его близких Иного посыла в этой сцене я, к сожалению, не увидел И думаю, не стоит особо размусоливать эту сцену и дальше Так что предлагаю продолжить Но, если я что-то в этом упустил Обязательно укажите мне на ошибки в комментариях под видео Мне будет интересно их прочесть Следом за появлением поезда идет одиночная прогулка Артема по заснеженной Москве И здесь нет никого, кроме Артема, мутантов и тел Которыми последние с удовольствием трапезничают Эта длительная сцена встречи, а затем побега Символизирует разлуку главного героя с близкими людьми Здесь он, вопреки всем предупреждениям Анны Остается в том самом месте, где проводил раньше так много времени А именно, на поверхности Только вот теперь он здесь один По крайней мере, до встречи с тем самым мальчиком Чей образ мы так до сих пор и не раскрыли К счастью для нас и к несчастью для Рейнджера Мы понимаем, что в конце Артем теряет никого иного, как своего подросшего сына А сцены, сменяющие себя сезонно, нативно наталкивают нас на мысли о том Что опасность будет преследовать семью Артема в любой момент И не важно, есть у него ребенок или же скоро он появится Я бы и дальше мог на самом деле по-стандартному разбирать все сцены из трейлера друг за другом по порядку Но, боюсь, мне придется немного ввести вас в небольшой такой вот экскурс Чтобы образ найденного в метро ребенка был понятен вам лучше И, возможно, перестал быть настолько очевидным после разъяснений выше А для этого нам нужно ненадолго вернуться к истокам Все дело в том, что книжные события метро 2035 повествуют о том времени Когда Артем, будучи потрепанным событиями, произошедшими с ним ранее До сих пор не может отойти и винить себя за все смерти человечества под землей Видите ли, именно Артем, будучи крайне любопытным в детстве Открыл доступ к московскому метро так называемым черным Которых все считали главной и последней угрозой остатков человечества Ирония в том, что именно на его роль также пала задача уничтожить этих созданий И, будучи в сознательном возрасте, спустив на их низдо в ботаническом саду боеголовку под влиянием командования Он таки понимает, что же на самом деле натворил Несмотря на весь свой негостеприимный внешний вид Черные на самом деле пытались найти контакт с людьми Но их способ взаимодействия лишь сводил с ума обитателей метро Отчего образ худого и высокого гуманоида Стал главным образом вселенского зла, обитающего в реалиях метро Об образе черных и их личности мы можем поговорить в другой раз Ибо сейчас важно лишь то, что Артем был проводником между двумя лагерями Только благодаря взаимодействию которых Человечество по результату смогло бы выбраться на поверхность И жить, наконец, не в реалиях метро Но, к сожалению, связующий мост был разрушен А Артем видит себя виновником в произошедших событиях Именно из этого и строятся события книги Когда Артем в поисках жизни за пределами метро Пытается загладить перед собой те ошибки, что совершал ранее И теперь вот, когда мы наконец понимаем суть произошедшего в книге И то, как это переходит в игру Мы можем вернуться к тем событиям И предположить, кем же может являться этот самый ребенок Мы прекрасно помним, что черные неразрывно связаны с Артемом и его историей в целом И если вникать внимательно, то наверняка помним, что ворота Открытые для черных в туннеле метро Были не только руками одного Артема Но и его друзей детства Которых он потерял, перешагнув порог открывшихся дверей Совпадение это или нет Но все кошмары, навеянные Артемом в этом синематике Так или иначе связаны с его поступком касательно черных И в связи с этим у меня в голове назревает закономерный вопрос А почему этим мальчиком не может быть именно лучший друг его детства? Ведь его история это очередной очерненный кошмар Артема Я уверен, что в новой части метро нас так или иначе натолкнут на сюжетную линию, связанную с черными И расскажут хотя бы нативно, что с ними все-таки произошло Но пока мы не заговорились, предлагаю вам ответить на предыдущий вопрос Ребенок Рейнджера или же друг детства? Кто и почему был в этом трейлере, по вашему мнению? Делитесь мыслями в комментариях под этим видео А также предлагайте свои идеи на новые ролики по вселенной метро А на этом у меня почти все Ставь лайк и делись обязательно с друзьями, если понравилось это видео И внимательно ищи пасхалки в этом ролике Потому что первый нашедший правильные ответы будет на один шаг ближе к частичке из издания Артем Эдишн Так что просмотри и прослушай видео крайне внимательно Ибо награда точно будет того стоить Ну а если после просмотра у тебя появилось желание поддержать меня как автора То добро пожаловать на мою страницу канала на Патреон и Донейшн сервисы На первом так вообще благодарят по-особенному тех, кто поддержал канал на Патреоне Перечень наших бонусов вы сможете увидеть на сайте А среди прочего, сейчас я бы хотел выделить инициалы тех, кто поддерживает этот канал уже значительный срок Среди них сегодня Форс, Ева Вьес, Мистер Слотс Хантер и все остальные, кто поддерживают творчество на этом канале За что им огромное спасибо Среди прочего у канала также есть другие медиаресурсы Такие как паблик ВКонтакте, где публикуются новости вокруг канала Твиттер, где раздают ключики от игр и вбрасывают инсайды и не смешно шутят И Инстаграм, где естественно не работают рамки Дианона Все это, как и многое другое, для вашего удобства и моего ЧСВ было размещено в описании под этим видео А сейчас благодарю вас за просмотр Over9K5000 Дальше будет только интересней Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok